Сейчас Оксана каждому из вас раздаст кусочек пластилина, и вы когда в руки его будете брать, вы говорите, какой это цвет, хорошо? Может ли увидеть цвет предметов незрячий человек? Как объяснить ему отличия между красным и зелёным, если он ни разу их не видел? Ответы на эти вопросы давали те, кто надел на глаза повязку и впервые ощутил себя невидящим. В инклюзивном мастер-классе, который прошёл в рамках проекта «Паруса духа» в Волжской Венеции, участники учились взаимодействовать друг с другом, открывать в себе новые способности и таланты. Инвалид по-английски называется disability, лишённые билити способностей. И действительно, я там не вижу, кто-то здесь не слышит, кто-то ходить не может. Но человек, когда долгое время выживает и активную жизнь ведёт, у него что развиваются? Другие способности, да. Которые мы называем extra ability, extra дополнительные билити способностей. Для того, чтобы общение участников фестиваля было комфортным, каждый спикер начинал свою речь с описания своей внешности. Так незрячие люди могут представить, кто перед ними стоит. Я блондинка, ну, собственно, в белых кроссовках, более по-спортивному сегодня одета, поэтому я думаю, что многие меня могут представить. Что ещё обычно говорят? Ну, глаза. Глаза тёмного цвета, не голубые, а такого цвета, Волги, так скажем. Наталья Бондаренко говорит, что именно Волга и стала идейной вдохновительницей для проведения такого фестиваля. Сами «Паруса духа» проходят в нескольких странах мира уже 10 лет, а до нас добрались недавно. Мероприятие поддержал концерн «Росэнергоатом» и «Блаковская АЭС». Мы живём на реке Волга, которую часто называют Волжской Венецией, поэтому хотелось использовать именно этот ресурс, действительно показать вот эту красоту и мощь. Именно с этим у меня всегда ассоциируются люди с инвалидностью, которые действительно сильны духом, которые могут вот эту мощь свою проявить и свои таланты раскрыть. Инклюзивный фестиваль «Паруса духа» Волжской Венеции проводится в Блакове уже не первый год. И на нём не только поднимаются важные вопросы инклюзии и проходят их обсуждения. Основной составляющей мероприятия является регата, где под парусами выходят яхты с инклюзивными командами на борту. Идея такого взаимодействия родилась у человека, который не мог ходить, но имел большое желание совершить кругосветное путешествие. Поддержал его другой человек с ограниченными возможностями – незрячий Олег Колпачиков. И он так обрадовался, так здорово, говорит, у меня рук ног нет, ты не видишь, и мы пойдём в экспедицию кругосветную. Вот мы встретились, встретились с капитаном Виктором Клоковым и начали тренироваться. И начали тренироваться в разных там морях, океанах, озёрах. Этот проект оказался настолько уникален, что опыт двух людей начал распространяться по миру. Паруса духа развиваются и в городах присутствия предприятий атомной энергетики, а вместе с регатой проходят и обучающие семинары, цель которых – научиться общаться с людьми с ограниченными возможностями. Я боялась больше, я думаю, это так сложно, а касты нет. Они очень контактные и, в общем-то, страх себе надо преодолеть. Было интересное открытие, с каким оптимизмом они сами к этому относятся, пытаются адаптироваться. Здорово, что не считают себя обузой, нагрузкой. Волонтёры, присутствующие на мероприятии, получили навыки общения с особыми людьми. И теперь в школе волонтёров, которая работает на базе молодёжной инициативы, будут рассказывать о том, что главная проблема инклюзии – это страх сделать что-то не так, обидеть инвалида. И когда этот страх проходит, начинается ability, то есть раскрытие особых способностей.